Готовы, если что, переснять-то? Или устали уже? Нет? А, силы есть? Ну, давай смотреть. И снова в работу. В ловких руках оживают картины из пластилина. Участники проекта «Мульти Оренбуржье» трудятся над мультфильмом о достопримечательностях области. Однако создание анимационных картин – не главная цель. Руководители студий стремятся к тому, чтобы дети с нарушением слуха и без таковых могли свободно взаимодействовать между собой. Наша задача же в основном не научить мультфильм ребят. Это, конечно, само собой. Но с помощью мультипликации мы социально адаптируем ребят. Вернее, даже это двухсторонний процесс. Не только ребят, но и общество. И мы очень рады, когда общество тоже вот так же включается и проходит такую стадию какой-то адаптации. Занятия проходят в студии «Лофти» с максимально домашней атмосферой. Гостей встречает Вениамина, ушастый администратор. Помимо выполнения своих профессиональных обязанностей, он умеет развлекать ребят трюками. Создатели уверены – в такой обстановке детям гораздо легче учиться новому и выходить из зоны комфорта. У каждого ребенка своя обязанность. Например, здесь занимаются раскадровкой будущего мультфильма. У нас вот есть сценарий. И, в принципе, это все то же самое, что в сценарии, только по картинкам. Чтобы понимали, с какого ракурса там надо снимать кадр. В другом углу полным ходом идет работа над титрами. Они тоже делаются вручную. Дети даже разработали собственные формулы по тому, как получить нужный цвет из пластилина. А под камерами уже снимаются сцены из мультфильма про музей истории Оренбурга. Передвигают фигурки юные модификаторы. Их цель – делать все плавно, иначе кадр будет резким и некрасивым. Результаты трудов ребят из мульти Оренбуржья можно будет увидеть на большом экране уже этой осенью. Показы планируются в кинотеатрах. Виолетта Широкова, Георгий Бурлузский. Новости дня.